Митрополит Екатеринбургский Верхотужский Кирилл посетил приход Успения Пресвятой Богородицы в районе Верхесецкого завода. В день памяти Блаженной Матроны Московской владыка совершил Божественную Литургию в небольшом временном храме, а также ознакомился с ходом восстановительных работ в старинном Екатеринбургском соборе, который в годы безбожия был хлебозаводом. Церковь – это прежде всего люди, а не стены. Здание Успенского храма XIX века еще на пути к восстановлению былого великолепия. Но стоит только зайти в маленькую временную церковь, обустроенную в помещении гаража, как сразу становится ясно – здесь кипит жизнь и молитвенная, и внебогослужебная. Здесь мероприятия замечательные, здесь организуются и поездки общие, и паломничество, отдел милосердия, замечательный отдел катехизаторов. То есть полностью вся жизнь надеемся на открытие школы. Среди стоящих в храме людей немало тех, кто одет в особую форму. В белых апостольниках – сестры милосердия, в голубых жилетах – члены Успенского братства. Шестеро мужчин присоединились сегодня к их числу. Поскольку наш батюшка, протери, отец Евгений, возглавляет социальный отдел нашей епархии, то есть братья, так же, как и сестры милосердия, трудятся так же на многих участках. В частности, я являюсь координатором добровольцев палиативного отделения. То есть есть братья, которым благословлено прислуживать в алтаре возможную помощь в строительстве собора, то есть в уборке территории. Но главная цель все-таки нашего братства, как я вижу, – это совместная молитва, вот такое единение братьев о Христе. На сегодняшний день общестроительные работы на 90% закончены. Идут укрепления внутренней части и до ремонта всех несущих конструкций, конструкций, которые были повреждены хлебозаводом. Приступили к отделочным работам. То есть с нижнего храма начинаем делать штукатурные, малярные работы, технические комнаты уже практически подготовили. Мы ведем работу по монтажу инженерных систем с подвалом, отопление, теплые полы, вентиляция, система кондиционирования. Верхний предел храма будет освящен в честь успения Пресвятой Богородицы, а нижний планируется посвятить четырем святым, подвязавшимся в этих стенах. Нижний храм будет крещальней. Здесь уже установлена купель, а еще здесь планируется разместить копии иерусалимских святынь. Так что те, кто не имеет возможности выехать за границу, смогут здесь к ним прикоснуться. Какие именно святыни здесь разместятся, пока обсуждается. Может быть копия Голговского креста, гроба Господня Камня Помазания, как в столичном Покровском храме в Ясенево, а может быть те, что связаны с Божией Матерью. В любом случае храм обещает быть необычным. Будут привлекать взоры горожан и купола. На голубом фоне будут блистать звезды разного размера. Можно пожертвовать любую сумму. Есть возможность смс перечислить или на карточку нашего прихода. И мы высылаем вот такие вот свидетельства или выписываем. Есть свидетельства на купола, потому что мы сейчас собираем как раз на купола и кресты. И в ближайшее время изготавливаются звезды на купола. Это очень красивые, яркие, золотистые звездочки, которые будут на небесно-голубых куполах красоваться. И имена жертвователей будут упоминаться на каждой литургии. Прихожане надеются, что купола и кресты увенчают храм уже к Пасхе. А пока продолжают усердно молиться о возрождении святыни. Сегодня с этой просьбой они обращались к Блаженной Матроне Московской. Очень, наверное, редко кто-то отмерзится человек, который сказал бы, я так молился Блаженной Матроне, и мне вот ничего не помогло совершенно. Вот кто бы ни говорил, кто бы ни подходил, все получают помощь и исцеление. Спасибо.